альбина добрый вечер добрый вечер николай спасибо тебе большое что согласилась на эту демо сессию я на всякий случай проговорю что по правилам этики эта сессия записывается для выкладывания в соцсети если тебе в какой-то момент покажется ну или вообще покажется что ее нужно удалить подсветивание на всякий случай подсвечивать в любой момент даже если пройдет уже время чтобы это было максимально экологично окей можем ли мы тогда начинать да давай скажи пожалуйста какой у тебя запрос слушай я сейчас начинаю бизнес проект новый и он меня вызывает какие-то качели эмоциональные вверх-вниз и я хочу либо понять причину либо понять как справиться то есть мне важнее справиться вот причина не важна но это может быть взаимосвязано и вот как справиться причина но может быть взаимосвязано так вот ты сказала а что бы хотелось поисследовать в таком контексте я хотела бы знаешь поисследовать ну вот определить какие-то либо техники для себя либо что вообще с этим делать вот потому что из себя я это пытаюсь найти не могу и поэтому вот при помощи коуча который со стороны мне что-то подсветит я скорее всего смогу решить этот вопрос а скажи а почему для тебя это стало сегодня именно важно потому что я понимаю что когда лишние эмоции лишние мысли это забирает энергию и как бы я вообще стараюсь контролировать свой настроек и так далее но это как будто на каком-то таком значит бессознательном уровне и собственно говоря проект допускай сейчас и мне важно чувствовать вот это вот так скажем ровное состояние ровное состояние а что что для тебя ровное состояние ровное состояние ты знаешь когда все понятно например какое то есть действие оно может прийти к этому к этому к этому к этому и это посчитанные риски то есть даже в негативе это как бы окей сейчас нету вот этого просчета и я нахожусь в каком-то зоне неизвестного что ли я это понимаю что это так потому что направление новое и это вызывает вот это состояние которое мне не нравится и получается вот по кругу а скажи а как можно сделать этот просчет или что тебе может помочь что мне может помочь я да я взяла поддержку ну так скажем предпринимателя выше меня уровня из этой же ниши взяла поддержку на три месяца ну я понимаю что я с ним как бы на первой сессии спрашивала на первой встрече мы можем построить общую картину и он мне говорит мы будем гибкими потому что ниша гибкая ну мягкая четвертая и говорит нам надо смотреть вот мы сделали действие и она сработала мы дальше строим не сработало мы меняем и нет смысла как бы строить стратегию типа у нас через неделю мы будем перестраивать получается нет нет расчета да то есть получается меняется от недели к неделю так так получается я понимаю на данный момент запуска да то есть это должно устаканиться со временем когда я уже пойму все процессы протестирую гипотезы но это это вот месяца три надо и эти три месяца надо жить а как хочешь чтобы было можно делиться как хочу тут наверное какая-то моя техническая часть говорит из прошлого что я очень много лет работала в инженерной отрасли и там алгоритмы то есть ну раз два три и вот мой мозг хочет чтобы было понятно но он не знает как это реализовать хочет чтобы понятно но не знает как реализовать а что может помочь тебе вот поддержать вот на этом пути ну слушай сейчас говорили и это как-то из прошлых вопросов мне пришла мысль я могу этот трек неизвестного снижать до недели то есть мне казалось что мне надо вот эту стратегию на три месяца это запуск вот так вот потом идет просто планомерно а если я например в своей голове буду говорить что вот эту неделю на неделю вперед я знаю что происходит вот и возможно по гипотезу его может успокаивать окей и вот сейчас сделала исследование такое вот скажи пожалуйста у нас еще остается порядка на 10 минут там 15 минут как ты поймешь что ты достигла результата по запросу в жизни или в жизни это прям я сама себя отловила что вздохнула я пойму что перестанет подниматься эта тревога вот то есть она какой-то не знаю это нервозность мандраж вот уровне тела то есть она не в голове больше как-то уже дальше сразу заходит вот и если она ну ладно не идеализирована просто минимизируется это будет уже результатом окей что сейчас было бы полезно посмотреть в рамках твоего запроса на что фокус внимания знаешь на что вот если окей вот я пробую одно действие ну грубо говоря на листе на холодильнике клею себе тест план на неделю если оно не срабатывает и я все равно начинаю ощущать эту тревогу и уже как бы причина такая как бы так скажем возможно не в этом что еще я могу применить угу могу могу свериться вот сейчас может маленькая такая интервенция есть есть убеждение слышал от этих людей что нет неудач есть только опыт угу вот скажи вот что для тебя будет неудачи вот понеделья что самого страшного произойдет вот неудача неудача что самого страшного в этом знаешь что и проблема что я предприниматель больше 8 лет и я живу в контексте гипотез у меня в принципе ну как бы неудача анализирует меня и и двигаюсь дальше как бы на уровне разума это так все есть угу вот так что может неудача что полученный план не то что не ре если так не реализуется если реализуется плохо то окей мы идем в анализ если не реализуется то есть не хватит времени даже не времени ресурсов вот окей не хватит ресурсов первый анализ второй анализ ну либо первый и второй местами а где здесь самое страшное вот нехватка ресурсов приведет к тому что запланированное даже не реализуется в жизни запланировано на неделю да да просто не хватит энергии времени финансов чего-то короче не хватит и вот это наверное самое не знаю печальное так печальное используешь слово так и и как тебе вот ну на неделе не успела и вот не реализовалась не реализовала что с этим делать-то самым страшным печальным я понимаю что это такое недовольство печаль недовольство ведущего печаль разочарование уныние или это как бы плохо потому что на следующей неделе я не смогу зайти с энергией а ну если на таком грубо говоря фактическом уровне ну ничего страшного не произойдет перенесем на следующей неделе вот на чувственном расстройстве 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 а где энергию взять вот ты говорил про энергию смогу зайти на следующую неделю с энергией где ее можно взять а где ее можно взять как бы знаешь способы наполнения энергии они мне понятны я их знаю но тут есть вот это со звездочкой что это не смогу зайти с энергией из-за того что будет провал из-за недовольства из-за того что не успела то есть как будто если я там включу свои спорт массажи там прогулки и так далее они как будто не решат не решат а как есть ли какие-то модели персонажей которые тебе нравятся вот можем можно попробовать может быть сказки мультики фильмы есть да есть ну я конечно не знаю смотрел этот фильм фильм там Брэд Питт играл тренера по ой тренера менеджера по набору людей в бейсболе вот да 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 я помню он был там тренером все отлично знаешь вопрос вот если гипотетически у него была такая ситуация то как бы он мог поступить поступать как бы он мог поступать мне кажется он в фильме такой эмоционально показан я не настолько даже эмоционально как в фильме но это все таки жизнь и игра так наверно какой-то такой знаешь самонастрой и это именно какое-то принятое решение в своем новом проекте и типа какая-то такая твердость твердость уверенность которая мне в принципе присуща то есть я верю что у меня получится всегда то есть были проекты которые не получались ну я типа себе сказала они получились просто не так как я хотела вот и наверное в этом герое я вижу что он шел до конца даже когда были провалы у него были эти провалы и это опять же просто как анализ ошибок он выходил из них так надо себе как-то это слово написать какая-то знаешь тотальная уверенность уверенность у меня есть а там прям такая мега супер супер а скажи вот когда герой достигает ну этот персонаж достигает цели в проекте да вот своей поставленной что он чувствует внутри как как бы ты это что он ну я бы как-то это называла эйфорией вот но я когда смотрела фильм там какой-то знаешь грань между так упорством и безумием слабыми и отвагой короче каких-то что человек там шесть лет шел не получалось там и он все равно шел и то есть он дошел и там вот эта эйфория в голове в голове такой критик такие сможем ли мы шесть лет вот вот окей этот образ как как-то может с твоим резонировать как-то если перекладывать ты можешь что-то что-то взять из этой модели полезного для себя слушай я могу взять полезно у меня есть разные сценарии в жизни если обращаться к моему опыту было такое что ну грубо говоря было потрачено десять тысяч часов там профессиональным спортом я занимался потом десять тысяч на первый бизнес и грубо говоря только через вот это время выстрел ну выстрел прям вот вот шло вот так вот так и потом резко а и там что было там там было просто наслаждение процессом вот я даже не назову это слово дисциплиной как бы у меня нет с ней проблем а именно что когда фокус не на результате на процессе вот короче перемещать фокус на процесс вне зависимости от того то как бы он в минус или в плюс сейчас и как как тебе это мне это нравится вот я да я очень по жизни как бы люблю ну больше за процесс чем за результат окей а можем ли мы сейчас свериться что что сейчас вот есть еще порядка там пяти минут у нас остается можешь резюмировать что забираешь так смотри что забираю первое это фокусная неделя я я себе просто записываю правильно да 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 я подожду конечно и так второе фокус на процессе и получается сейчас знаешь как работает у меня грубо говоря висит та идеальная жизнь которую мне даст проект но это вот это вот конечная точка а повесить именно вот эту вот расписанную недельку и вот фокусироваться на ней а не на конечной точке окей а скажи есть ли какой-то вопрос который хотелось чтобы я задал тебя так какой вопрос это наверное нет то есть уже такое знаешь желание попробовать вот эти два действия на практике и смотреть уже из практики как я ощущаю себя а какой может быть первый шаг первый шаг ну вот буквально сегодня конец рабочей недели можно уже на недельку вперед повесить грубо говоря сегодня реализуем по времени как ощущения можем ли мы двигаться до вершения я думаю да у меня как-то именно именно если про ощущения вот из того так скажем мини невроза внутри сейчас стало спокойнее спасибо тебе большое за эту открытость за эту работу я тогда останавливаю завершаем спасибо спасибо